Дорогие мамы и детки, я рада приветствовать вас на нашем канале. И сегодня мы поговорим об очень интересной теме. Я думаю, это заинтересует вас всех. Потому что главные проблемы, которые встречаются у вас с вашими детками, первое, это почему болит живот, как бы его накормить, чтобы не было кишечной корики. Второе, мы всегда ждем, не можем дождаться, когда прорежутся зубы. И третье, ну когда же ты заговоришь. Поэтому сегодня мы раскроем с вами тему, когда же все-таки прорежутся зубы. И у нас в гостях детский стоматолог Сарела Елена Степановна. Здравствуйте, Елена Степановна. Рада вас приветствовать в гостях. Давайте поговорим все-таки, когда же прорезываются зубы. Да, вы знаете, это очень актуальная тема, потому что сейчас нет таких вот уже конкретных средних рамок, что должны прорезаться зубы в определенное время. Конечно, раньше многие мамочки, у которых второй или третий ребенок, могут сказать, что зубы прорезались как по написанному. Сейчас, к сожалению, таких уже четких рамок нет. Но есть усредненные данные, что первые зубочки, нижние центральные зубы, появляются где-то с 4 месяцев до 6. Верхние центральные зубы прорезаются с 6 до 8 месяцев. В этот же промежуток с 8 до 10 месяцев прорезаются нижние двоечки, и затем появляются к 10-11 годам верхние двоечки. Затем начинают прорезаться где-то в 12-14 месяцев первые жевательные зубки, так называемые четверочки, если в простонародье говорить. И в 16 месяцев, у кого-то в 13-16 месяцев прорезаются клучки. И где-то с 20 месяца до 3 лет прорезаются вторые жевательные зубы, так называемые пятерочки. В норме к 3 годам у ребенка должно быть 20 зубов. Считается среднестатистически, что в году у малыша должно быть 8 зубов, 4 нижних лица, 4 верхних лица. Но это не является эталоном. У кого-то в год может быть и 12-14 зубов, а у кого-то только 2, например, нижних лица. И вот тогда родители начинают бить тревогу. Что случилось? Если у вас ребеночек родился доношенным, здоровенький ребеночек, обратитесь обязательно к стоматологу просто на осмотр. Потому что бывает так, что все зубки, они как бы лежат на своем месте, видны вот эти вот жемчужинки, бугорочки, такие прям как гирляндочка, челюсть. Ну а зубки не прорезаются. Просто нужно родителям набраться терпения и ждать зубки появятся. Конечно. И еще вот Елена Степановна, я такое заметила, что дети, которые находятся на грудном скармливании, у них как-то позже прорезываются зубы. Может это специально так природа сделала? Вы знаете, в моей практике я никогда за этим следила не наблюдала, но бывает по-разному. Бывает, что у детей, которые находятся на грудном скармливании, все зубы, они есть в наличии, но они почему-то не хотят прорезаться за счет такого тяжика, слизистого. А есть детки, которые искусственники, но у них как-то зубы появляются раньше. Даже взять из практики, вот, например, сегодня на осмотре были дети, они одногодки, у них ранится буквально две недели. Но у одного 12 зубов во рту, вот, у ребенка используется, а у кого-то второго 4. Ну, вот так вот природа распорядилась. Кто-то акселерат, ребенок растет быстро и быстрее развивается, у него раньше зубки появляются, у кого-то появляются чуть позже. Ясно. Просто очень часто мама начинает ждать зубки, что, смесятся. И присматривается к этим корочкам, да, к отеку, есть там нет. Смотрит, что же случилось с моим ребенком, он плохо стал кушать, да, или у него вдруг подъем температуры. И был у меня такой случай, когда месячный ребенок, мама заявила, что у моего ребенка прорезываются зубы. И когда я стала смотреть, я говорю, вы знаете, что слишком рано в таком возрасте должны у вашего ребенка появиться зубы. Ну, и вот она мне начала приводить такие доводы, что он плохо спит, что он капризный, что он вздрагивает, так. И когда я ей начинаю объяснять, почему это происходит, да, она все равно не верила. И когда уже в 6 месяцев у нас появились зубы, она все-таки сказала, ну, я же вам говорила, что этот зубик прорезывался, да. То есть все равно мы ждали этот зубик в течение, да, 5 месяцев. И еще вот тоже такое заметила, что если, всегда мы боимся, когда зубов нету до года, вот когда их вообще нету. И я в своих передачах говорила, что если в год у ребенка есть 1-2 зуба, подождите, прорежутся все, да. Без зубов детей мы с вами не видели или видели. Ну, это в очень резких случаях, когда серьезная наследственная патология генетическая идет. Тогда, да, бывает, что, ну, случается такое несчастье у людей, что дети рождаются либо без молочных зубов, либо без постоянных. Но это очень легко. Очень легко. Так что, дорогие мамы, мы постепенно, потихонечку ждем, когда же прорезут зубы, будут прорезываться у нас зубы. И хотелось бы узнать, вот все считают, и многие врачи, и многие мамы, что провезывание зубов сопровождается какими-то неприятными ощущениями у ребенка. Так ли это? Вы знаете, что, да, 50 на 50. Есть счастливые родители, которые узнают о том, что зуб прорезывался по стукам ложки по первому зубу, и они узнают, ох, есть зубчик. А кто-то спит, вернее, бессонная ночь, переживает, переживает понос, рвоту, высокую температуру. Но что такое прорезывание зуба? Это естественный физиологический процесс, который может сопровождаться незначительным воспалением десны. Я всегда родителям объясняю так. Передние зубки, особенно нижние зубы, прорезаются как ножичек, прорезают, например, хлебушек. Вот так вот идет остренький край. Когда прорезается желательная группа зубов, идет, ну, скажем так, грубо говоря, кастрюлька поднимается вверх. В толще челюсти приличный объем ткани зуба должен протолкнуть. Сначала пройти истончить кость, затем истончить слизистую, и только потом это должен появиться на поверхности. Вот этот процесс будет в любом случае сопровождаться какими-то воспалительными явлениями. И поэтому родители часто видят, что десенька набухает, становится отечной. Красной. Красной, да. Она будет вызывать у ребенка дискомфорт. И очень часто еще родители говорят, что вот у нас высокая температура. Но я должна сказать родителям, вернее, даже мамочке, что да, такое может быть. Но чаще всего сопровождается прорезывание зубов и присоединение какой-то еще инфекции. Потому что незначительные изменения в организме будут. Будет повышение температуры тела до 37,5. Может появиться выделение из носка. Может появиться кашель. Но почему это все происходит? Когда начинают прорезаться зубки, выделяется большое количество слюны. Это раз. Во-вторых, уже это обычно происходит к 6 месяцам, ребенок меняет положение. Он лежал, теперь он сидит. Он еще не научился до конца много схватывать жидкости. Он начинает поперхиваться, появляется кашель. Когда прорезываются зубы верхней челюсти, это может сопровождаться отеком и верхней дыхательной кутей, особенно слизистой носом. И появляется выделение из носа. Но эти выделения прозрачены. Они не имеют никакой окраски. Ребенок подкашливает, но не закашливается. И нет каких-то хрипов или еще чего-то. Иногда говорят, что вот, либо вызывает рвоту, но тоже рвота происходит из-за чего, что ребенок не научился правильно глотать еще. И может вот организм отходать. Еще очень часто родители жалуются, что вот поносик появился. Но можно отличать понос, который при кишечной инфекции, когда у ребенка беспрерывный понос, или же слабое послабление стула. Когда он у него в два раза. Да, он чуть-чуть жиже становится, потому что увеличилось количество жидкости, которое прозрачивает ребенок. Да, за счет слюнки. Поэтому родители, вы всегда, когда у вас появляются такие вот симптомы, вы должны быть насторожен. Если появилась температура, и она легко сбивается жаропонижающими средствами, да, это реакция на зубчик. Но если жаропонижающие средства не сбивает, температура под 40, это уже точно зубы не дадут. Это не зубы. Да, это не зубы. Если же выделение из носа имеет окраску, это тоже уже присоединившаяся инфекция. Если беспрерывная рвота и понос, это уже кишечная инфекция. Надо бить тревогу, бежать к доктору. Не списывать это все на зубы, потому что можно упустить момент. Да, прорезывание зубов – это физиологический процесс, и те изменения, которые могут быть у ребенка, они все минимальные, и они, конечно, должны уйти. Но в моей практике были такие случаи, что детей доставляли по скорой, и даже врачи писали им синдром прорезывания зубов. Так все-таки как же сделать так, чтобы облегчить эти страдания, чтобы не стоило родителям вызывать скорую на минимальные какие-то проявления при прорезывании зубов? Ну, вы знаете, что да, все-таки ребенок испытывает дискомфорт, и мы, как любящие родители, должны в любом случае как-то ему помочь. Есть самые простые правила. Во-первых, обязательно нужно обрабатывать полосы рта, ведь, чтобы легче прорезаться зубы, нужно немножко помассировать десенку и скончить садисна, прорежется хотя бы краешек зуба, и ребенку сразу становится легче. Как это делается? У любой мамы есть всегда любая травка, ромашка, календула, которую она заваривает, чтобы либо дать ребеночку чаек, либо обработать кожу. Точно так же можно просто кипяченую водичку, можно травку, ромашечку заварить, на пальчик намотать бинтик, обмотать в прохладную жидкость пальчик и аккуратно помассировать десенки без нажима, без травмы, как говорится, без фанатизма. Но это делать нужно несколько раз в день. Причем дети вам сразу ухватятся за пальчик и покажут место, где именно помассировать. Но это должно быть хорошее настроение у ребёнка, а хорошим детям этим не поможет. Существует, все уже многие знают, продвинутые у нас мамы, что есть специальные гели для прорезывания зубов. Их можно использовать 2-3 раза в день, потому что там содержится анестетик, который обезболивает на какое-то время от болящих десенок. Либо же существуют таблеточки, которые тоже можно применять внутрь. А также существует масса всяких прорезывателей, всяких игрушек, которые ребёнок сможет кусалки, дожевать. Вот это тоже можно использовать, причем очень активно. Что бы хотелось сказать. Есть прорезыватель, который с жидкостью внутри. И её обязательно нужно охлаждать. Но, дорогие мамочки, никогда не кладите её в заморозку. Положите просто в холодильник. Заморозил этот прорезыватель, выдаёте ребёнку в рот и получается холодовой ожог. Слазит слизистая, и вы вместо того, чтобы сделать ребёнку влага, вы приносите только в рель. Поэтому чуть-чуть охладили и дали пожевать. Если есть такая возможность, у ребёнка нет ни на что аллергии, можно дать даже вот холодную морковочку. Ну, такую, не тоненькую, чтобы он не откусил. Очень часто родители, когда массируют пальчиком супчики, дети прикусывают. И довольно болезненно. Так вот, скажем так, что морковочка не почувствует этой боли. А вы можете, да. Либо же очень часто родители уже начинают ухаживать за полостью рта. Есть такие щётки на пальчечнике со щетиночкой. Вот так этим тоже очень хорошо делают массажи. Но самое главное, ваша любовь, забота, внимание. Вы ребёнка прижимаете к себе и аккуратненько массируете. Потому что, наверное, многие родители замечают, что ребёнок либо воротничок у мамы начинает грызть, да. Либо что-то со своей одёжки вот тоже начинает подсасывать. Игрушки какие-то. Игрушки, да. Вот очень хорошо, когда есть игрушка, может быть, старая савтеповская, но должна сказать, что у неё будет меньше химии, чем современная. Но она уже мягенькая такая. Он её и не откусит. И в то же время он себе сделает массаж и почешет то место, которое его беспокоит. Так. Хорошо. Ну, я думаю, что у многих найдутся такие кусалки, игрушки, которые позволят вам как-то облегчить страдания вашего малыша. И хотелось бы узнать, когда же всё-таки начинать ухаживать за зубами. Вот они, наконец-то у нас появился этот первый зуб. Что же с ним делать? Открою вам большой секрет, что за полость рта нужно начинать ухаживать, как только ребёнок родился. О-о-о, да. Все почему-то считают, что нужно ухаживать за зубами. Нет. Гигиенические мероприятия проводятся с рождения ребёнка. Для чего? Все, ну, многие заблуждаются, думая, что беззубый рот, он, в нём нету микробов. Стерильным рот является только пока ребёнок находится в утробе матери. Как только он прошёл родовые пути, микрофлоры заселяют и полость рта. И вот микробы, которые вызывают кариес, в беззубом рте, они концентрируются на щёчках и на языке. Поэтому, дорогие мамочки, каким бы рекомендуем вы не пользовались, старайтесь каждый день обрабатывать полость рта своего ребёнка. И вот если вы приучите его тому, что вы хотя бы два раза в день протираете ему щёчки, язычок, нёбушка, губки пальчиком, он вам тогда позволит почесать свои дёсенки и не будет вас кусать. А чистить зубы нужно начинать, как только порезался первый зубчик. И точно так же, либо протираем марлевой салфеточкой. Ничём не смачиваем. Просто водичка. Просто чистая водичка, либо отвар какой-то травки, да. В интернете, часто в интернет-магазинах есть специальные салфетки с ксилитом, которые тоже подавляют микрофлору. Вот ими можно протирать. Но я тоже прошу без фанатизма, без вот этого втирания, вытирания и растирания этой десны до крови. Некоторые могут сказать, что вот слышали, что надо, или зубным порошком, кто-то ещё рассказывает, что лимонный сок, он ни в коем случае этого не делает. Зуб прорезается, ещё не полностью минерализованный. Он только-только начинает свой жизненный путь, и вот слюна во рту ребёнка, она будет заставлять его становиться более крепким. Поэтому ваша задача убрать зубной налёт с десны и с этого прорезавшегося зубчика. Как только зуб уже достиг своей нормы, высоте, нужно уже использовать мягкую зубную щёточку. Обязательно. Первый год жизни детям чистятся зубки без пасты, либо паста от 0 до 3, которая без фтора. Но уже с годами желательно добавлять пасту, которая содержит фтор. Но это не значит, что как прикладка, у вас тут такую выдавили на щётку, да, и начинаем чистить. Нет, есть такое понятие следы зубной пасты. Как это делается? Вы открыли тюбик, чуть-чуть его нажали, появилась паста. Вы макнули аккуратненько от щетинки, и только на кончиках щетинок появилась паста. Вот этого количества следы вот этой пасты достаточно для того, чтобы ребёнку очистить хорошо зубки. И в то же время все почему-то очень боятся отравления фтора, что он много съест. Но, дорогие мамы, должно успокоить, что фтор вреден в газообразном состоянии. И вы все адекватные любите. Мы не кормим детей пастой, правильно? 5-6 тюбиков за раз ребёнок не съедает, и датюронно санкровируете. Конечно, можно протереть после пасты, если кто-то так уже переживает, просто с тампончиком с водичкой стереть. Но в любом случае зубки надо начинать чистить, как только появился первый зуб, а по заколостю рта ухаживать, как только ребёнок родился. Да, очень интересная информация. Да. Очень интересно, спасибо. Так, и, значит, у нас уже зубы есть. Мы уже научились с вами их чистить и ухаживать за полустю рта. А всё-таки, когда же ребёнка привезти к стоматологу? Да, это очень насущный вопрос, потому что обычно ребёнка приводят в год, когда проходит первая диспансеризация. Вот в год, когда проходит всех врачей. Но, так же, как вот прорезался первый зуб, мы начали чистить зубы. Желательно показать ребёнка, как только прорезаются зубы. Вообще... А будет ли большая очередь у вас? Очередь может быть и будет, но у мамы уже к этому времени накопятся некоторые вопросы, которые она захочет обсудить с врачом. И у неё тогда не возникнет паники, когда вот что-то случится, начинает прорезаться зубчик. Очень часто родители прибегают, кричат к корову, как у вас. По скорой у нас синяк на десне. Зуб прорезается очень часто, особенно жевательная группа зубов, и немножечко подрезает сосудик. Появляется синячок. Иногда бывает даже выбухает слизистая. Вы знаете, что, как говорится, Google вам в помощь. Родители диагноза ставят ещё до того, как приехали к нам, с большими испуганными глазами, и всё, они думают о чём-то плохом. Банальная история. Как только зубчик прорежется, десенка уходит, синячок проходит. А родители говорят, ой, нам надо вскрывать. У нас там гнойни, кораулы. А ещё боятся гемофилии. Да, ещё чего-то. Поэт болит не крови. Конечно, я советую. Как только появился первый зуб, подойдите, просто покажите, спросите, как нам ухаживать за полностью рта. Всё ли у нас в порядке. Доктор расскажет, и как ухаживать, и чем смазывать десенку, и как массировать. Иногда покажет, и расскажет, и научит маму, как правильно ребёнка приучить к щётке зубной. Посоветует пасту. Скажет, когда приходить, и обратит внимание на какие-то мелочи, вот если мама что-то заинтересует. Да, если что-то есть ещё. Поэтому, как бы тяжело ни было доктора-стоматологу, профилактический осмотр, это легче, чем потом лечить у ребёнка острую боль. Когда кричит кораулу ребёнок, кричит кораулу мама, а доктору нужно спасать ситуацию. Поэтому я вас просто призываю, показываю к стоматологу, как только у вас появится первый зуб. Хорошо. И всё-таки, что же делать, чтобы зубы были здоровы? Вот этот калец, все его боятся. Я расскажу вам случай, который был у меня в жизни. Значит, дети в первом классе показывают им картинку, как ребёнок чистит зубы. Да? Ну, все говорят, вот, ребёнок чистит зубы, ребёнок чистит зубы, утренний туалет, кто как, что говорит. Вставит мальчик и говорит, ребёнок чистит зубы, чтобы у него не было кариеса. Все просто в шоке. Как же, откуда этот мальчик знает, что у ребёнка, чтобы не было кариеса? Так вот, что же делать, чтобы были здоровыми зубами, чтобы не было этого зловечного кариеса? Я сейчас, наверное, скажу очень интересную вещь для многих родителей. Чтобы у ребёнка не было кариеса, у родителей должны быть вылеченные зубы. У братьев и сестёр, которые их окружают, и у любящих бабушек и дедушек, которые их целуют. Да, которые их целуют. Почему? Дело в том, что это одна из составляющих того, чтобы не было кариеса. Дело в том, что когда у родителей не вылеченные зубы, а все мы любим своих детей, мы их зацеловываем, знаете, до бессознательного создаяния. И вот есть такое понятие, как слюной контакт. Это вот то, что мы ребёнка поцеловали обязательно в губы, либо поцеловали ему пальчики, которые он засунул опять в рот. Но вы же не можете гарантировать, что у вас идеально вылеченные зубы. У вас нету кариозного процесса, извините, у вас нету продентального кармана в роту, да, где рассадник вот этой инфекции, да. У кого-то может быть даже дно течения из десны, и он не будет знать об этом, если он не ходит в стоматологу родителей, или бабушке и дедушке. Это раз. Во-вторых, всегда вызываю родителей и ругаюсь очень сильно, когда мамы облизывают пустышку. Ой, я тоже умраюсь. Очень часто. Либо пробуют питьё, пососали эту бутылку и в рот засунули. Облизываем ложку. Вы знаете, что ещё после того, как вы облизали ложку, ваши микробы 7 часов живут на этой ложке. А вы её лизнули не раз и не два. Вы хотите попробовать горячее вещи или нет? Возьмите ложечку, лизнули, пробовали и взяли другую. Очень часто облизывают, целуют дети старшего ребёнка. Обмениваются игрушками. Бабушки и дедушки – это вообще уже другая песня. Они считают, что мама неправильно воспитывает ребёнка. Они вырастили пятерые, растили вот так, и вот это правильно. Поэтому первое дело, уважаемые родители, до того, как вы соберёте стать родителями, пожалуйста, обязательно акционируйте полосы рта. Как бы вы ни любили своего ребёнка, целуйте места, в которые не попадёт слюна ваша полость рта ребёнка. Если уж так вам хочется поцеловать вашего ребёнка, но вы не уверены, что у вас полость рта санирована, пожуйте жвачку с ксилитом. Это хотя бы уменьшит содержание микроорганизмов в полости рта. Ну и ещё один из таких важных моментов, помимо гигиены, полость рта – канвейный. Если ребёнок часто висит на груди, и вот она ему нужна и для того, чтобы покушать, и чтобы успокоиться, либо вот у ребёнка очень частые перекусы какими-то лёгкими, легко усваиваемыми углеводами – это тоже вот проблема века, скажем так. Потому что приходит иногда мама и говорит, ну мы начинаем говорить, что надо чистить зубы, почему испортились зубки. Ну и так он же меня постоянно ест. И начинаем говорить. Ну конечно, вы понимаете, если вам всё время давать сладкое. Кто откажется от вкуснятины? Правильно? Лучше же пискнуть, и тебе сразу дадут твою желаемую сладость, или же ты будешь кричать, а мама будет насказать, нет, у меня есть водички, да? И всё, и ложишься спать. Вообще, вот, как бы, общепринятая норма, что грудное скармливание до года, а затем ночное окормление нужно прекращать и заменять его водичкой. Никакими непослащёнными соками, ни кашками, никакими компотами. Любой компот, даже без сахара, с сухофруктами, там фруктоза. И обязательно будет сахар. Почему разобьётся кальвиз? Вот мама резнула ложку. Да. Зубки мы не всегда хотим чистить, даже самым маленьким деткам. А ночью у нас и так иммунная система отдыхает. Защитные силы организма, они снижаются немножечко, и суна вырабатывается меньше. И что получается? Вот ребёнок ночью пососал грудь. От сиськи, извините, забыл. Такое выражение отвалился. Потекла струя молочка, и вот открыт. Слёнка выделяется мало. Ещё если из-под язычка бьёт фонтанчик под язычной слюной железы, нижние зубочки, они омываются слюной, но всё равно она более вязкая и меньше смывает этих микробов. Ротик приоткрыт, молочко на верхних зубках осталось. Микробик у нас в альту есть. Зубки подсохли, и микроб пошёл работать. Его никто не смывает, он биршествует. Он устроился в банке, делаем во благо. И грудное кормление, я не говорю, что его нужно исключить, но его нужно дозировать. Именно, чтобы ребёнок наелся и лёг спать, или играет, и всё. Но не вот это бесконтрольное кормление, кормление и кормление. Степановна, вы знаете, что я призываю всех к кормлению по требованию, так, и считаю, им по боже сейчас до двух лет надо кормить детей, так. А сейчас вот вас послушаю. Да, и меня сразу вам возникли. Нет, нет, они ещё сразу говорили, вот, Илья Петровна говорит, кормите, кормите, так. А Елена Степановна говорит, что беречь, нужны зубы. Зубки надо беречь, но, понимаете, кормление, оно же не исключает гигиену. если вы будете ухаживать за зубами, чистить их два раза в день, и особенно вечером, тщательно вычищать зубки, не будете облизывать ребёнка своей, не добавлять ей свои микрофлоры, то это не значит, что у вас обязательно разовьётся кариес. Это просто одна из предпосылок, если ребёнок постоянно кормится. Но, понимаете, как это вот ребёнок до года до полутора, но когда приходят родители и говорят, в три года он у них сосёт смесь ночью. И почему у нас такие зубы? Это уже, ну, будет, скажем так, проблема более старшего ребёнка, потому что считается, что вот наибольший риск есть такая вот иммунная зона, когда чаще всего поражаются зубки с 18 до 33 месяцев в жизни ребёнка. Как бы, если ребёнка до 18 лет мама кормит и ухаживает, ой, 8 месяцев, я уже... Да, заговорилась, до 18 месяцев мама кормит, я сама кормила до полутора лет, поэтому, знаете, но ухаживает за два, да, я могу сказать, что не будет большой катастрофы, но при соблюдении некоторых условий. Поэтому, вот, обязательно, исключительные контакты, это, скажем так, 50% того, что ваш ребёнок будет с хорошими зубками. Ну, и не приучать, конечно, детей вот к печенюшкам, этим, к чистым... к сокам, я тоже отношусь очень, скажем так, негативно, если идёт контакт зубами. Если ребёнок научится пить из чашки, да, вот не будет вот этого облизывания и зализывания, тогда, да, чашка, трубочка, не будет контакта, будет меньше. Ну, и очень кислые соки тоже, не надо добавить, так. Лучше уже, тогда, когда он подходит, но не с подслащённым. Вообще, как бы считается, что, если ребёнок на грудном скармлении, он получает все питательные элементы с молоком и воду, да, потому что, если он как-то начинает капризничать, дайте воды, и в мозг пойдёт сигнал, что он всё-таки наёс. Что он наелся. Ясно, будем обманывать ребёнка, да, чтобы ну, с другой стороны, да, у рода здоровой и здоровой не будет проблем. Иногда бывают проблемы появляются, когда ребёнок заболевает, когда высокая температура или есть какая-то проблема вот с горлышком, ему нужно давать по чуть-чуть пить. Да, петяка говорит, побольше питья, но ребёнок маленький, он большого объёма воды не уделит. Вы лучше дайте по чайной ложечке, но почаще. Вот это будет более эффективно и в этот момент будет смачиваться и слизистая полость рта, будут смываться микробы, плохие в желудок. Там есть кислота, которая их убьёт и не нанесёт никакого вреда. По чуть-чуть петь надо обязательно. Так, хорошо. А вот ещё очень часто спрашивают про кольцевидный кариес. Вот что это такое высотаю корпус? Ну, это так называемые, есть несколько понятий. Самое правильное это кариес раннего детского возраста. Раньше называли его циркулярный кариес, кариес рожковый, да, в деле, кариес грудного вскамблевания, но чаще всего искусственное вскамблевание. Что это такое? Это когда на передних верхних зубах сначала появляются недалеко от дёсенки белые миловидные пятна, потом дефекты увеличиваются и образуется такое по кругу отсутствие эмали и видно рыжий вентин. Вот это так называемый ранний детский кариес, где он образуется, когда все мы уже взрослые люди должны понимать, что зубы не сразу появляются во рту, они закладываются в утробе матери, и закладываются они где-то с 6-12-й недель. И пока ребёнок у мамы в животике растёт и формируются зубки. И есть часть жизни зуба, которая прошла в утробе матери, а потом уже ребёнок родился, и он дальше начинает развиваться, этот зубчик и прорезается. И вот есть линия родов так называемая, когда эмаль, которая созревала у мамы в животике, и следующая уже часть эмали, которая уже при жизни ребёнка минерализуется. И вот эта линия считается слабой точкой в жизни зуба. И вот по этой линии и начинает развиваться кариес. И вот я вот когда приводила пример, что ребёнок спит, и родит приоткрыт, и появляется вот там первый кариес именно в этих местах. И если мамочка увидела какое-то пятнышко, не повенитесь, подойдите к стоматологу, и доктор скажет, что надо делать. Иногда достаточно просто назначить реминерализирующий гель, что мама будет иногда смазывать антибиотики. Вот тогда бывает очень сильная проблема, потому что у ребёнка и так снижен иммунитет, минерализация маме слабая, плюс болеет и даёт антибиотики, антибиотики очень сильно влияют на минерализацию маме. Он просто-напросто не даёт сасываться достаточного количества минералов, и она становится хрупкой. И тогда тоже появляются дефекты. Очень часто родители говорят, у нас были замечательные зубы, мы переболели, посыпались, просто посыпались, да, это тоже проблема. Поэтому если ребёнок болеет и часто начинает болеть, подойдите к стоматологу, доктор вам подскажет дополнительное средство гигиены для ребёнка, потому что все уже знают, что есть такая фирма РОКС, которая выпускает зубные пасты для детей от нуля до лет и до 18, а также у них есть гель, который можно использовать тоже от нуля лет. На днём нету втором, его можно проглатывать и для ребёнка не будет никаких проблем, если мама смажет чистый зубчик гелем и он уснул. Образуется мгновенная плёночка, да, и минералы работают, защищают этот зубчик. Ну и ещё бы хотелось я уже так задам вопрос, потому что спрашивают про короткую уздечку, что же с ней делать, когда её обрезать, нужно ли её обрезать, влияет ли это на речь ребёнка, очень много таких вопросов тоже. Короткая уздечка языка, я так понимаю. Да, первый раз подрезают обычно уздечку языка, ещё когда ребёнок совсем маленький, день, два, три, если видит, что не берёт грудь. То есть ещё в роддоме. Ещё в роддоме, да, тем более это происходит абсолютно безболезненно для ребёнка, она очень тоненькая такая, плёночка, её надрезают и этого достаточно. Иногда бывает очень мощная уздечка и ребёнок вообще язык поднять не может. Вот тогда, да, нужно обязательно подрезать уздечку. Ну и вот, как я говорила, когда показываются родители в полгода, когда такой первый зубчик появился обязательно, доктор-стоматолог смотрит вот эту уздечку и он видит, если она мощная, родители предупреждают, что где-то ближе к году, либо в три года, когда ребёнок начнёт говорить звуки и появятся проблемы, её подрезают. Часто назначают это логопед, когда он смотрит и понимает, что у ребёнка будут проблемы с речью и нужно пораньше устранить это дело. Ну, вообще, для малышей считается, что если грудь вперёд, язычок вперёд вытаскивает и он какой-нибудь язык не раздваивался или не закручивается язычок внутрь, то уздечка нормальная. Достаточно для того, чтобы она потом в процессе просто ребёнка растянула. Но если родители видят, что язычок не поднимается, либо вообще ребёнок не берёт грудь или, как я говорила, что не может высунуть язычок и он заворачивается, да, конечно, нужно взять и направиться к хирургу стоматологу. Хорошо. Ну, вот, наверное, и всё, что мы хотели сегодня вам рассказать. Большое спасибо Елене Степановне. Очень интересно получилась у нас беседа. Я думаю, полезна для наших мам, бабушек и всех остальных моих родителей. Будьте здоровы, всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова